Я напомню, Международная космическая станция может быть выведена из эксплуатации уже в 2024 году. Однако российский сегмент планируется оставить в работе, поднять на орбиту 600-700 километров и на его основе построить орбитальный космодром, по сути, стартовую площадку для полётов в дальний космос, например, к Луне, Марсу или поясу астероидов. Первым шагом в реализации проекта должна стать реанимация морского старта, плавучего космодрома, который в конце 90-х построил международный консорциум с участием российских, украинских, американских и норвежских компаний. Увы, стать достаточно востребованной площадкой для коммерческих пусков морскому старту не удалось. Консорциум обанкротился и в 2016 году космодром приобрела российская частная компания. По своей сути, это передержанная морская платформа. Когда нужно осуществить пуск, её отводят в точку с координатами 0 градусов широты и 154 градуса западной долготы, расположение на экваторе является наилучшим для запуска космических аппаратов, так как позволяет наиболее эффективно использовать центробежную силу вращения Земли. Следующий этап — это уже непосредственно большая стройка на орбите. Доставка в космос корабля многоразового пользования — это миссия очень дорогостоящая, требующая использования ракет-носителей сверхтяжёлого класса. В рамках американской программы Space Shuttle или отечественного проекта энергии «Буран» на околоземную орбиту, то есть на высоту нескольких сотен километров, доставлялись аппараты массой 100 тонн. В настоящее время сверхтяжёлых ракет нет ни у нас, ни у Америки. Поэтому разумной выглядит доставка на околоземную орбиту модулей космического корабля с помощью обычных ракет-носителей тяжёлого класса. Они способны нести до 50 тонн полезного груза. То есть за два-три пуска можно привезти на орбитальный космодром достаточно деталей, чтобы собрать готовый корабль. А оттуда с минимально возможными энергозатратами лететь в дальний космос. Для того, чтобы космический корабль, стартующий с поверхности планеты, мог преодолеть силу земного тяготения, он должен развить вторую космическую скорость. Это чуть больше 11 километров в секунду. На это уходит огромное количество топлива. К тому же такие ускорения предъявляют особые требования конструкции корабля. А вот находящийся на околоземной орбите космотром уже движется со первой космической скоростью около 8 километров в секунду. То есть собранному в космосе аппарату достаточно будет развивать скорость лишь до 3200 метров в секунду, чтобы начать межпланетный полёт. Строительство орбитального космодрома может показаться авантюрой. Но, как говорят эксперты, проект может стать прорывным в деле освоения дальнего космоса. США, Европа и даже Китай вкладывают огромные деньги в космические программы. Американцы, например, недавно заявили, что в ближайшее время рассчитывают вернуться на Луну. Что же до России, то благодаря космодрому на орбите в будущем мы получим потенциальную возможность фактически монополизировать грузовые перевозки в Солнечной системе. Третий этап реализации проекта – массовое строительство вот таких аппаратов – космических буксиров. Собранные на орбите они с небольшими затратами, но, разумеется, по космическим меркам будут доставлять грузы хоть на Луну, хоть на Марс. У других стран ничего подобного в обозримом будущем не появится. Дело в том, что приводить корабли в движение будут ядерные силовые установки на урановом топливе, которые разрабатываются только в Российской Федерации. Один рейс буксира будет настолько дешевле запуска обычного современного корабля, что не пользоваться ими нашим партнерам будет просто неразумно. И сам орбитальный космодром со временем обрастет новыми функциями. Например, он сможет стать ремонтной верфью для кораблей и спутников, научной лаборатории и даже гостиницей для космических туристов. Субтитры создавал DimaTorzok